Всем большой-большой привет! Я хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом! Я знаю, что 2022 год и его предшественники выдались не самыми легкими. И прежде всего я хочу пожелать, чтобы вы оставили все плохое и грустное в прошлом, и чтобы ваша жизнь в Новом Году была наполнена самыми яркими эмоциями, впечатлениями, и большим-большим счастьем, спокойствием и радостью. Что ж, это видео я хочу посвятить последней неделе Нового Года, точнее, подготовке к Новому Году, переезду в новую квартиру на длительный срок, наконец-то мы ее нашли, и, в принципе, самому празднованию. То есть это будет что-то вроде разговорного ролика и влога одновременно. Кроме того, я еще задумалась... А! Почему сейчас? Кроме того, я еще задумалась о том, чтобы сделать видео об итогах предыдущего года, поделиться своей историей, своими победами, поражениями, радостью, грустью, просто рассказать, как этот год проходил для меня. Потому что, да, это был не самый легкий год, и физически, и морально, но и со своими плюсами одновременно. И я думаю, что кому-то это, может быть, будет интересно послушать. Может, кого-то это подтолкнет к каким-то изменениям в своей жизни. Поэтому дайте знать, если вам будет интересно посмотреть такое видео. Секундная пауза, а то мой кофе совсем остынет. Вот. Хорошо. А теперь вернемся на недельку назад. Я решила в этом году кардинально изменить свой подход к Новому году и добавить умеренное планирование, и избавиться от постоянной новогодней суеты, спешки и хаоса. И все, что нужно было сделать, это всего лишь составить... Ну, конечно. И все, что нужно было сделать, это просто составить свой список дел. Это реально помогает разложить все мысли в голове по полочкам, избавиться от хаоса. И 31 января не думать о том, о боже, я забыл докупить продукты в магазине, или я не купил звезду на елку. Ну, вы поняли, в общем. Поэтому предлагаю дальше пойти по пунктам, и параллельно, помимо моей говорящей головы, я буду вставлять кадры подготовки к Новому году. Я думаю, что вам понравится там достаточно атмосферно и уютно получилось. И первый пункт, который я выделила, это избавление от хлама и очищение пространства, которое меня окружает, очищение девайсов, которыми я пользуюсь. Так вышло, что незадолго до Нового года мы переехали в новую квартиру. И это уже, надеюсь, постоянная квартира, то есть на длительный период. И здесь, наконец-то, можно чувствовать себя как дома. Поэтому, как только мы переехали, естественно, нужно было закупить бытовых вещей. Мы пошли в магазин, все это приобрели. Ну, а дальше уже я занималась складыванием всех вещей по полочкам, упорядочиванием, так, чтобы все было максимально удобно, уютно, комфортно. Параллельно с этим я избавилась от старых каких-то вещей, вещей, которые мне не приносят никакого удовольствия, которыми я не пользуюсь. Тем самым я, как бы, очистила свое пространство окружающее. Помимо этого, у меня есть вечная проблема. Мне постоянно не хватает памяти на телефоне. На телефоне, на компьютере, любая техника, дайте мне технику, я ее просто засорю всем, чем только можно. И в этом году я решила перед Новым годом заняться чисткой телефона, чисткой компьютера. Я удалила все ненужные файлы, повторяющиеся фотографии. Я думаю, что многим из вас знакомо, когда ты делаешь миллион фотографий, потом их не очищаешь, заходишь и удивляешься, почему у меня там 100 гигов занято, чем оно занято. Вот это лично моя история все время. Поэтому в этом году я очистила не только там свое пространство, но и вот телефон, компьютер, то есть все. Так что в Новый год я вошла без мусора, так сказать. Следующим не менее важным пунктом было завершение всех рабочих дел, всех рабочих вопросов и всех рабочих моментов. Работу, конечно же, никто не отменял. И мне хотелось войти в Новый год без дедлайнов горящих, без незакрытых вопросов, чтобы встретить Новый год максимально уютно, спокойно и размеренно, не переживая о том, что вот ты сейчас выйдешь с Нового года и там будет миллион вопросов, оставшихся еще со старого года. Поэтому я постаралась максимально все качественно, быстро закрыть, все сделать и спокойно встретить Новый год. Далее по плану было украшение дома, дабы создать новогоднюю атмосферу, уют. И было достаточно сложно, потому что в Аргентине сейчас плюс 30-35 градусов, то есть никакого снега, как мы привыкли. Но тем не менее, у нас получилось создать себе вот этот вот новогодний настрой. Конечно, прежде всего нужно было пойти в магазины, идти гирлянды, елку, всякие украшения. И это было достаточно сложно, потому что, насколько мы поняли, здесь основной праздник это с 25 на 26 число. То есть мы пришли в торговый центр, а там уже не было никаких украшений. Поэтому мы пошли просто на Абум искать украшения в городе. Благо нашли, нашли все, все, что нам понравилось. Нашли вот такую вот чудесную елочку, нашли мишуру. В общем, все было вот так вот отлично. Помимо этого, я еще нашла мишуру, чем-то напоминающую елочные, елочные веточки. Веточки елочные, да? Правильно? Короче, нашла мишуру, чем-то напоминающую ветки елочки. И я решила, почему бы не разложить эту мишуру по периметру кровати на полу, украсить это еще поверх гирляндой. Собственно, получилось на самом деле очень здорово. Мне понравилось. Это достаточно уютно выглядит. Единственное, не знаю, знаете ли вы об этом? Я, по крайней мере, почему-то не додумалась. Но когда вы украшаете что-то огоньками, не включайте их в розетку. Потому что меня, например, очень сильно долбануло током. И я только потом подумала, что я украшала все, трогая все эти фонарики, включенные в розетку. Теперь знаю, что так делать лучше не надо. И потом мы переключились уже на украшение нашей зеленой подружечки. И это было так весело, так здорово. Мы украшали ее все вместе. Кто-то распутывал гирлянды, кто-то наматывал на нее гирлянды. Вместе делали ниточки для шариков. Потому что не все шарики были с ниточками изначально. Кстати, это первый в моей жизни год, когда я ставлю искусственную елку. У меня в детстве была искусственная елка, тоже маленькая, стояла в комнате. Но мы всегда с семьей ставили живую, настоящую елочку. Просто обалдели от ее запаха. Поэтому для меня немного непривычно. Но мне кажется, результат получился очень даже такой миленький, элегантненький. И мне нравятся цвета шариков всех этих чудесных. Еще, кроме этого, мы купили себе шапки, новогодние шапки. И на самом деле, я поняла, что мы сами создаем себе настроение, и способны этим настроением зажигать людей вокруг нас. И это очень здорово. Кроме того, мы купили себе еще гирлянды на нашу веранду. Я, наверное, сделаю потом видеообзор квартиры в другом видео. Тут на самом деле очень много пространства, очень много места, вот чего очень сильно не хватало на предыдущей квартире, собственно. И мы купили гирлянды для веранды, и также развесили их там, потому что наше новогоднее торжество происходило на веранде, собственно. Далее по списку, конечно же, просмотр фильмов, особенно если это может быть какой-то совместный просмотр. Я знаю, что на Новый год принято выбирать какую-то более новогоднюю тематику, либо что-то вроде ностальгии, особенно вот «Мои родители», например, это советские фильмы. Но мы решили немножко выделиться, и мы решили смотреть всю серию фильмов Marvel. Кстати, да, я в жизни, наверное, до этого момента смотрела всего где-то три фильма Marvel, и все. Следующий пункт может прозвучать немного заурядно, но это построение желаний и целей. Я вообще для себя открыла эту практику, как оказалось в прошлом году. Я, ну, как бы намеренно, я ничего такого не делала, но я листала галерею, когда как раз чистила галерею, и я увидела фотографию целей, моих целей, которые я когда-то писала, моих желаний, когда занималась с психологом. Я очень сильно удивилась, потому что большинство из них на самом-то деле исполнилось. Поэтому в этом году я решила поставить цели, расписать желания, и я просто сделала блокнот, включила приятную музыку, зажила свечку, естественно, и в компании вот этой вот прекрасной зеленой подружки я писала цели, а потом еще сделала себе прямо в телефоне, в заметках, карту желаний, то есть я просто выписывала, четко выписывала свои желания, прикрепляла фотографии из Пинтереста, и посмотрим, что получится в следующем году. Единственный совет это, наверное, понимать свои истинные желания, потому что все желания или цели, которые нам навязаны извне, скорее всего, не сбудутся. Либо сбудутся сложно, либо сбудутся не так, как мы предполагали. Такое тоже может быть. Также в этот список дел я включила подготовку данного видео, потому что мне прям очень хотелось выпустить его прямо вот в начале нового года. И вообще в целом я также уделила время написанию новых идей, сценариев, раскадровки. Почему-то вот под конец года у меня проснулось прям максимальное такое вдохновение, мне хочется делиться, мне хочется рассказывать, и сейчас у меня как раз есть три идеи, по которым я хочу снять видео. Так, стол. ждите, ставьте там колокольчики где-то вот тут. Вообще, это мое относительно первое разговорное видео. Я немного все еще волнуюсь, но надеюсь, вы чувствуете, что вот через экранчик чувствуете, что я говорю искренне и от души. В качестве подведения итогов 2022 года, как я уже сказала чуть ранее, я решила сделать отдельное видео, глубже проанализировать вообще мой предыдущий год, потому что в нем было много всего и много разного, и поделиться этим. Мне кажется, что это может быть даже полезнее, чем написать в блокносе, ну, лично мне, потому что я люблю камеру, я люблю снимать, это мое все. Единственное, желательно вообще делиться результатами предыдущего года, до Нового года, до наступления Нового года, но как бы я немного нарушу эти правила, я думаю, ничего такого сильно страшного не случится. Следующий пункт, собственно, это подготовка новогоднего стола. Туда входило все, от составления блюд, в этом году я решила, что это будет обязательно оливье, обязательно шуба, мы решили заменить привычную курицу традиционную стейками, то есть как бы традиционным блюдом данной страны, в которой мы живем, конечно, я сначала занялась составлением меню, далее занялась составлением списка продуктов, и мои дорогие компаньоны пошли в магазин и все это приобрели, ну и естественно уже сама готовка. Я очень рада и очень благодарна своей маме за то, что она меня научила всем этим рецептам, мы вот все время вместе все это готовили, в последний день перед Новым годом, вместе проводили наверное день на кухне, это такие ценные приятные воспоминания, в общем, мамочка люблю очень сильно. Один из последних пунктов это был подбор макияжа и собственно наряда на Новый год, с макияжем все было интересно, в общем, я обычно немного крашусь, но Новый год, вы же понимаете, это такое событие, поэтому в ход пошли стрелки, красная помада, в общем, все как надо. по поводу наряда выбирать на самом деле сильно не пришлось, потому что так как мы путешествуем, у меня всего один чемодан и в этом чемодане на самом деле может только половина это одежда и вообще я считаю, что это не самое важное на самом деле, ну по крайней мере в такой вот ситуации, когда все очень быстро меняется и тебе нужно просто адаптироваться. Однако мы все равно добавили эту маленькую изюминку, наши шапочки, которые вы уже видели. Ну и конечно же самый последний и самый легкий в исполнении пункт это само празднование. В этом году мы решили праздновать дома, никуда не идти, просто побыть в домашней обстановке, атмосфере, просто приятно провести время, расслабиться, выдохнуть, потому что предыдущий год был просто полон различных событий, хотелось просто отдохнуть душой. Кроме этого мы праздновали Новый год дважды, потому что сначала мы праздновали Новый год с нашими семьями в Минске, то есть Новый год у них начался где-то в 6 вечера по-нашему, это было на самом деле так атмосферно, душевно, потому что несмотря на то, что мы так далеко, но все равно все были вместе, ощущался вот этот вот домашний семейный праздник. Ну а после мы конечно праздновали еще раз Новый год, уже в 12 по аргентинскому времени, это тоже было так приятно и необычно, мы праздновали его на веранде, но это был интересный опыт, конечно. Это и был весь мой список дел, план на встречу Нового года и мне очень понравилась практика планирования, когда у тебя нет спешки, ты спокойно, расслабленно встречаешь Новый год, а тем более в нашем случае дважды встречаешь Новый год, провожаешь старый год, забываешь все плохое, все остается там и ты надеешься на то, что Новый год станет такой радугой и солнечным лучиком после дождя, вот такое вот у меня было впечатление. Еще хочу поделиться одной радостной новостью для меня, это такой подарок на Новый год, на моем канале стукнуло 200 подписчиков и я так рада, есть целых 200 людей, которые смотрят мои видео, ставят лайки, комментируют, мне безумно приятно, спасибо вам большое за вашу отдачу, за вашу ответную реакцию на мои старания, правда, мне очень приятный, я очень это ценю. Всем привет, сегодня я вам расскажу про что. Ко мне пришел помощник, поддержка. Да, и уже ухожу. спасибо вам большое за просмотр, надеюсь, вам было интересно и уютно провести со мной это время, я не так часто выкладываю разговорные видео, особенно такие длинные, надеюсь, что вам понравилось, вы оцените, дайте знать в комментариях, снимать ли чаще такие, вот такие какие-то душевные видео. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, хочу пожелать вам ценить каждую, каждую минуту своей жизни, каждую минуту, проведенную со своими близкими, со своими друзьями, делать все возможное, чтобы грусть или печаль не селилась в вашем сердце, чтобы у вас просто все было хорошо. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok